Мы пытались по-хорошему, пытались по-плохому, мы пытались с боем, но мы не видим дальнейшей нашей судьбы с управляющей компанией ЖКИ. Мы просто хотим разорвать с ними все связи. На некачественный придомовой уход территорий жалуются жильцы квартала Мичурин парк. По их словам, подъезды месяцами не моют, мусорные баки заполнены до отказа, а снег не чистят всю зиму. Проблемы начались еще в июле того года, когда в квартал зашла управляющая компания ООО ЖКИ. При том, что больше тысячи собственников нового и довольно престижного комплекса ежемесячно платят за свои услуги. Заработок, насколько я понимаю, более 16 миллионов в год с квартала идет. Деньги колоссальные, спились в нас зубами, мы не знаем, как выгнать. Жильцы дополняют, внимание требуют и детские площадки, за состоянием которых никто не следит. Где-то и вовсе торчат штыри. В плачевном состоянии вся зеленая зона. Кто-то именно из-за этой красоты в свое время и приобрел здесь жилье. По итогу люди сами поливают газоны. Мы ходили, поливали в жару газоны, потому что было просто жалко смотреть. Стояла невыносимая жара, ни одной поливалки не было выставлено, соответственно растения просто погибали. На территории квартала пять шлагбаумов, но за год ни один из них так и не заработал. Жильцы надеялись на огороженную и безопасную жилую зону, но получили, что говорится, проходной двор. Улица становится объездной во время пробок, а по ночам здесь катаются и шумят дрифтеры. Вот так вот насквозь проезжает наш жилой комплекс. Не всегда эта скорость безопасная. Часто здесь устраивают гонки в прямом смысле слова. Мы можем наблюдать здесь частенько парковки грузовиков с той стороны, где въезд за лентой. Там общественный транспорт в свое время вообще устроили туалет. Им было удобно поставить автобусы, грузовики. Недовольны люди и соблюдением других норм безопасности. Охрану я сама лично за все время видела, может быть, три раза, когда они проходили. Да, они бывают там по звонку от жильцов, они выходят. А так, чтобы обходы они делали, это крайне... Ну, может быть, там один раз в месяц я сама лично замечала. У нас есть вот такое вот фото. Это охранник, который... Я не знаю даже, что сказать по этому поводу, честное слово. Это в рабочее время, да. Во дворы и подъезды, говорят люди, нередко наведывается шпана или просто маргинальные личности. А год назад и вовсе произошел странный случай. Неустановленные лица из подъездов украли часть пожарных рукавов. Воришек до сих пор не может найти полиция. Оставшиеся пожарные рукава зачем-то убрала управляющая компания. Мы обращались с этим управляющей компанией, на что Артем Владимирович сказал, что если вдруг пожар, типа, здесь шланги все равно короткие, длины не хватит на все квартиры, вот, и пожарник все равно побежит со своим шлангом, поэтому эти шланги, типа, ни на что не влияют. Это просто хорошо, повезло, что не случилось ничего такого, ни пожара, ничего, да, что могли они, не дай бог, пригодиться. Жильцы обращались по этому поводу и в пожарную инспекцию, и в МЧС. Ведомство вынесли управляющей компанией предписание устранить нарушения и вернуть шланги. В общем, до сих пор это, как видите, не сделано. Все, что не сделали, просто опечатали пустые ящики. Сейчас люди пытаются добиться смены действующей УК. На собрании они уже набрали больше 60% голосов для этой процедуры. Но и здесь возникают сложности. Когда мы подали документы в ГЖИ, отвезли, то получается, что тут же следом управляющая компания ЖКИ инициирует свое собрание, причем первым пунктом, в котором стоит отмена заключения договора с УК МЧУ Ринпарк. Причем в счетной комиссии, и сама комиссия состоит из работников ЖКИ. Они пытаются сейчас это аннулировать, то есть вот 10 числа они должны опубликовать результаты голосования. Ну, ждем, что будет. Комментировать ситуацию нашей телекомпании руководство УК лично не стало. Мы направили официальный запрос. Что касается отчаявшихся жильцов, то они опасаются фальсификации подписей и говорят, если действующая УК не уступит место переизбранной компании, то будут обращаться в прокуратуру и суд. Мы готовы выходить, потому что действительно после таких громких обещаний прошлый год мы получили разруху. За 15 месяцев, скажем так, наш ЖК просто был разрушен. Мария Матсаева, Владислав Ковалев. День с толком.